Экспорт агропродукции на 1 миллиард долларов к 2030 году. Замахнуться на такую амбициозную цель Башкортостану по силам считают федеральные аналитики. Задачи по выходу на зарубежные рынки эксперты обсудили на площадке агропромышленного форума. Он длился в Уфе 4 дня и собрал профессиональное сообщество со всей России и ряда дружественных стран. По традиции в рамках форума прошла международная выставка. Экспозиция оказалась самой масштабной за всю историю проведения. Места были забронированы заранее. Организаторы уже задумываются о том, чтобы в следующий раз расширить площадку. На крупнейшем смотре достижения отечественного агропромышленного комплекса побывала моя коллега Маргарита Гафарова. Это уже стало доброй традицией запускать новое производство в первый день работы форума. В этот раз премьер-министр Андрей Назаров дал старт работе нового цеха птицефабрики Чермосан в Чекмагушевском районе. Глава правительства подчеркнул, развитие села и агрокомплекса в целом – одно из приоритетных направлений для республики. Это и укрепление всей логистической цепочки от поля до прилавка, наращивание профессиональных компетенций, современных технологий, в том числе в области применения беспилотной авиации и, конечно, поддержка сельхозпроизводителей. Мы приняли решение поддерживать не только крупнейшие агрокомплексы, но и фермеров, которые, в общем-то, тоже эффективно работают, хотя в процентном соотношении пока львиную долю не занимают, но тем не менее растут. Ну а также это сельхозяйственные кооперативы, которых у нас 430 в Башкортостане, мы занимаем по этому показателю первое место в стране. И видим, что вот такое сочетание, разные формы собственности в аграрном комплексе как раз и дают тот результат, на который, в общем, мы и надеемся, и все люди надеются. Андрей Назаров осмотрел выставочные павильоны и даже сел за руль трактора. Технику разместили под открытым небом. Более 140 единиц современных комбайнов, машин, сельхозоборудований и даже зерносушилку. Все это не только отечественного, но и, например, белорусского производства. Широкое участие принимают предприятия, дилеры и производители Республики Беларусь. Это и Гомсельмаш техника, и тракторы Минского тракторного завода. И видите вы предприятие Амкадор, это которое уже пустило корни в Башкортостане. Она уже такая родная для нас стала. Агрокомплекс выставки ежегодно принимают участие предприятия наши. Поэтому в этом году, честно говоря, и с местом были проблемы. Мы, пользуясь своим служебным положением, просили выставочную компанию, чтобы выделила дополнительные места. Все было забронировано еще в декабре прошлого года. Экспозиция разместилась в пяти залах на площади свыше 18 тысяч квадратов и стала самой масштабной за всю историю агрокомплекса. В выставке приняли участие 360 компаний из 40 регионов России от Владивостока до Калининграда. 45 процентов экспонентов – новички. Впервые приехали представители Якутии, Хакаси, Красноярского края Мэриэл. Большая делегация прибыла из Китая. В ее составе, помимо предпринимателей, были представители органов власти из провинции Хэнань, Леонин и Цзяньсу. Мы представляем делегацию Министерства сельского хозяйства провинции Хэнань. В этот раз прилетели в Башкортостан на посещение форума, так как слышали о возможностях и потенциале развития агросектора в республике. Хотим обменяться опытом, так как провинция Хэнань тоже является сильным сельскохозяйственным регионом. С такими целями и задачами находимся здесь. Примечательно, что модератором пленарного заседания также был представитель Поднебесной. Повестка ключевого мероприятия охватила ряд стратегических вопросов. Цифровизацию агросектора, кадровый кризис, международный трек. Так федеральные эксперты отмечают, что внутренний рынок в стране и республики, в частности, перенасыщен. И чтобы не толкаться локтями здесь, бизнесу стоит ориентироваться на экспорт. В этом плане перспективные инвестпроекты реализуются в области мясопереработки, производства молочной продукции, кормов и меда. Все это может стать экспортно-ориентированными продуктами при определенных условиях. Понятно, что мы будем ставить исполнимые планы, о которых сегодня уже было сказано. И это достижимые показатели в районе полумиллиарда долларов для Башкортостана. Но если помечтать и если быть очень амбициозными, то по нашему представлению, если те инвестиционные проекты, которые реализуются сегодня, будут хотя бы 20-30% научиться направлять на экспортную деятельность, то такой показатель может составить уже и более миллиарда. Но это такая большая амбиция, большой вызов, которому, безусловно, мы вместе с Башкортостаном сможем двигаться. Прошлый год у нас был очень удачным. Это 40-350 миллионов долларов на более 700 тысяч тонн продукции. Наша задача минимальная до 2030 года продавать башкирскую продукцию на 500 миллионов долларов и где-то около плюс-минус 2 миллиона тонн. Это будет условно 35-40% выручки наших аграриев, которые будут продавать за рубеж. В первую очередь это, естественно, поступление в валюты, а это возможности далее инвестировать в производство. Часть продукции продолжает идти в Западную Европу, в частности в Латвию. Но в целом Башкортостан синхронно с Россией совершил поворот на восток. Главными партнерами являются Китай, Индия, страны Африки, СНГ. В то же время санкционное давление ставит перед отраслью новые вызовы. Так в республике наблюдается дефицит семян для предстоящей посевной компании. Проблемы есть в наличии материала сахарной свеклы, подсолнечника и других масличных и технических культур. По ряду направлений не хватает от 30% до половины семян. В решении проблемы башкирским аграриям будут помогать отечественные селекционеры. Соответствующее соглашение подписал Минсельхоз с компанией Щелкова Агрохим. Ее возможности позволят покрывать не только потребности растениеводов, но и животноводов для выведения высокопродуктивных пород коров и мясного скота. Почему важно именно Башкортос? Во-первых, здесь хорошие амбиции. Во-вторых, здесь действительно большие аграрные территории. В-третьих, здесь очень мотивированный народ. Я имею в виду, это аграрная отрасль. И, конечно же, самое главное, здесь еще и сложные климатические условия, которые могли бы проявить возможности любых селекционных, конечно же, программ. Также на полях форума подписали еще ряд долгосрочных соглашений. В частности, между Минсельхозом и Федеральным учреждением Агроэкспорт и между Башкирским аграрным университетом и компанией Амкадор. Также в рамках деловой программы прошли 17 отраслевых сессий с участием 250 спикеров торгово-закупочной конференции. На площадке можно было не только увидеть достижения аграриев, но и попробовать продукцию на вкус. На прилавках фермерской деревни свои товары представили исключительно локальные производители. В экспозиции приняли участие 50 крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов. Для сравнения, в прошлом году было 33 участника. Они представили очень разнообразную продукцию. Это и колбасы, башкирское вино, между прочим, и даже сыр, который зреет целый год. Конкретно, если говорить по сыру раклет, то вот эта голова заложена в мае 2023 года. И особенность этого сыра, то, что он созревает в бандаже. За счет этого, получается, этот сыр приобретает вот эти вот запахи и своеобразный такой вкус. А сейчас в пору закладывать уже новую головку сыра. Он как раз созреет к следующей, 35-й юбилейной выставке. Маргарита Гафарова, Ильгам Салемьянов, РБК, УФА.